Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! С вами Владимир. Сегодня я хочу поговорить с вами об автономности iOS 14.3 Beta 3. Вы уже видели скорость работы, там ничего нового не завезли, просто был повышен автономность, производительность. Но что могу сказать об автономности? Автономность немножко стала лучше, чем была в предыдущих версиях 2.1. Если сравнивать с iOS 14.2 или у кого на iPhone 12, iOS 14.2.1, у вас там совершенно другие проблемы. Редко встречается на других версиях iOS, которые поддерживают iOS 14, с теми, что было в iPhone 12. Вот в данном случае на iPhone 14.2 у них там были проблемы со связью, перезагружают сеть постоянно. То есть сброс настроек сети не работает, только перезагрузка через режим пилот. И как бы что хочется сказать. Естественно обновляться не нужно, это бета-версия, она еще далека от релиза. Хотя кто их знает, может они и публикуют релиз, но я думаю, что он опубликуется уже ближе к новому году, где-то может спустя 2 недели. Еще может 1-2 беты выйдут и все, и будет релиз. Ну а автономность я вам сейчас покажу на телефоне, просто для того, чтобы вы были в курсе. Итак, давайте мы с вами посмотрим на автономность, зайдем в аккумулятор, посмотрим, мое состояние не изменилось, так и было, 97%. Как я проверяю, забагованная АЭС или нет? Просто в аккумуляторах вот здесь, попробуйте, полистайте вверх-вниз, если фрезы есть, значит она очень забагованная. Если там иногда, то видите, здесь сейчас не встречаем этого дела. В общем, последний заряд у меня был, я специально зарядил его в 4 утра, сейчас 6 часов вечера. И как видите, у меня в данный момент 47% батарейка. Чем я здесь попользовался? Сами видите, инстаграмчик, немножко телефона, браузер Puffin, YouTube, творческая студия в Safari и так далее, и так далее. По времени это было 35 минут, ну звонки, как видите, звонки, я 4,5 часа проговорил. Да уж, браузер Puffin посидел, YouTubeчик. Ну, сами видите, то есть реальное экранное время у меня 7 часов 15 минут, и сами видите, у меня еще половина заряда. Автономность сейчас не на плохом уровне, я скажу, но я вам не советую обновлять, так как это бета-версия, мало ли что. Но если вы на это идете, ставьте уже резервную копию, чтобы было легко вдруг восстановиться на всякий случай. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!